На нашем канале мы постоянно рассказываем про различные тепловизионные приборы. У нас есть отдельные ролики про прицелы, насадки, карманные тепловизоры и многое другое. Однако целый класс приборов, пусть еще очень молодой и с немногочисленными представителями, до этого момента упоминался лишь частично. Но сегодня данным прибором будет посвящен весь ролик. Речь идет о тепловизионных коллиматорах, и, пожалуй, тут нужно начать с теории. Давайте разберемся, что представляет собой тепловизионный коллиматорный прицел и вообще, есть ли смысл в подобном сочетании классов. Тепловизионные приборы предназначены для обнаружения и идентификации тепловой цели в условиях ограниченной видимости. Они отлично работают ночью. Для них не помеха дождь, туман, пыль или дымовая завеса. Коллиматоры, в свою очередь, созданы для увеличения скорости прицеливания и используются зачастую на малых и средних дистанциях. То есть тепловизионный коллиматорный прицел – это прибор для работы на небольших дистанциях в условиях ограниченной видимости. С такими условиями в первую очередь могут столкнуться полицейские и работники силовых структур. Идеальный пример – работа в задымленном помещении, когда нужно быстро нейтрализовать противника, освободить заложников или же найти пути отступления. Но не стоит забывать про охотников, для которых сочетание возможности видеть тепловую цель в неблагоприятных условиях и вести прицельный огонь на вскидку также является очень важным. Особенно, если прицел установлен на гладкоствольное оружие. Далеко не каждый охотник установит на дробовое ружье тепловизионный прицел с большим показателем оптического или цифрового увеличения, так как подобное оружие просто-напросто не предназначено для работы на больших дистанциях. Другое дело – коллиматор, способный обнаружить дичь в кустах, среди густой травы и при этом в полной темноте. По сути, мы ответили на вопрос, есть ли смысл в тепловизионных коллиматорах. Пусть их функционал достаточно ограничен, но все же существуют ситуации, для которых прибор такого типа подойдет идеально. Теперь давайте рассмотрим несколько моделей тепловизионных коллиматоров. На сегодняшний день их не так много, но тем не менее каждый прибор имеет свои особенности и заслуживает внимания. В этом ролике мы расскажем вам о трех тепловизионных коллиматорных прицелах. И начнем с достаточно известной модели Т12 от компании Tori Pines Logic. Прибор работает на базе миниатюрной матрицы FLIR Lipton с разрешением 80 на 60 пикселей и может устанавливаться на оружие, что по сути и делает его тепловизионным коллиматором. Всего у производителя есть четыре модели данной серии. Приборы отличаются друг от друга полем зрения, дистанцией фокусировки, частотой обновления кадров и некоторыми физическими характеристиками. В целом, любой прибор из модельного ряда подходит под определение тепловизионного коллиматора и может быть использован на охоте, в охране, в полиции и даже на военно-тактических играх. Хотя последний вариант крайне непопулярен ввиду стоимости прибора и большого риска нанести ему повреждения на игре. Модель с максимальными оптико-электронными характеристиками позволяет обнаружить цель на дистанции более 150 метров, что является отличным показателем как для прибора такого класса. Но далее у нас все еще круче. Второй прибор, менее популярный, однако не менее интересный. Это коллиматорный тепловизионный прицел BOA 3X от молодого турецкого производителя 3E Electro Optical Systems. Этот прибор круче предыдущего практически по всем показателям. Во-первых, разрешение матрицы. Здесь оно составляет 160 на 120 пикселей. Это позволяет обнаружить тепловую цель размером с человека на дистанции в 120 метров, а технику – на дистанции до 700 метров. Совсем неплохой показатель для такого компактного прибора. Кстати, о габаритах. В сравнении с предыдущим прибором BOA является вполне внушительным прицелом. Он в три раза тяжелее при сравнительно схожих габаритах. Он сравнительно шире модели Т12 и его дисплей в полтора раза больше. Это позволяет лучше ориентироваться в меню и в целом быстрее работать с коллиматором. В приборе сравнительно небольшой показатель частоты обновления кадров – всего 9 Гц, что кажется не совсем логичным, так как коллиматорный прицел должен работать на скорость и позволять вести наблюдение за быстро передвигающимися целями. Среди других особенностей можно выделить 8 ГБ встроенной памяти, цветные и черно-белые цветовые палитры и вполне достойные защитные характеристики, опять-таки, если сравнивать данный прибор с предыдущей моделью. И третий прибор в нашем списке – тепловизионный коллиматор EcoOne от международного производителя оружия оптики и аксессуаров Zieg Zauer. Этот прибор практически в три раза дороже Т12 от Tori Pines Logic, но поверьте, он полностью оправдывает свою стоимость. Начнем с матрицы. Здесь разрешение еще больше – 206 на 156 пикселей. Он всего немного не дотягивает до популярных классических тепловизионных прицелов. Но не стоит забывать, что это коллиматор, и он не предназначен для работы на больших дистанциях. Хотя Eco отлично видит тепловую цель на расстоянии до 300 метров. И в отличие от предыдущего прибора, частота обновления кадров здесь составляет 30 Гц, чего уже вполне достаточно для наблюдения за быстро перемещающимися объектами. Неудивительно, ведь его делали люди, которые обеспечили оружием огромное количество армий и спецподразделений со всего мира. Он отлично подходит для выполнения специальных заданий, но и для охоты будет неплохим вариантом. Еще одна его особенность – двукратное цифровое увеличение, что является не совсем традиционным для коллиматорных решений. И неудивительно, так как ролик у нас совершенно не про традиционные приборы. Другие достоинства прицела от SIG – 5 прицельных марок из коробки и возможность загружать новые в последующем времени. Более 8 часов активной работы на одном заряде батареи. Защищенность класса IPX6. Цветной LCD-дисплей, интегрированное крепление, небольшие габариты и вес, возможность установки практически на любое оружие. На этом наш ролик подходит к концу. Сегодня мы показали вам несколько крайне интересных приборов. Конечно, все они уступают по оптико-электронным характеристикам топовым тепловизионным прицелам классического типа. Однако и цена у них более приятная для обычного пользователя, так как оптическая составляющая у них гораздо проще и производство таких приборов менее затратно. Растущая популярность данных устройств наводит на мысль, что в скором времени вполне возможно подобные прицелы начнут выпускать и отечественные производители. И будьте уверены, если это случится, тепловизионные коллиматоры определенно займут свое место на охотничьем рынке. На этом все. Если ролик был интересным, обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых выпусках, в которых вас ждет еще очень много оригинального и интересного материала.